Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствую вас в магазине Squat. Ну что, как прошел ваш учебный год? Сдали все хвосты? Готовитесь уже к новому учебному году? Поэтому у нас сегодня будет коллекция «Снова в школу!» Карандаши, краски, ластики, пеналы. Шутка, конечно, нет. Сегодня у нас будет рассказ совершенно про другое. И здесь, знаете, хочется сказать, что однажды одного известного скейтера спросили, вот есть такое выражение, да, вот «С» – стабильность. Что, по-твоему, стабильность? Он немножко подумал и сказал «Фоллен». Почему это так? Попробуем разобраться в новом обзоре, который будет про новинки, появившиеся в магазине Squat от бренда «Фоллен». Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, почему «С» – стабильность «Фоллен». Понятно, что всю эту историю от начала до конца я выдумал. Я вообще люблю очень много выдумывать. Но все-таки, с чем я действительно полностью согласен, что «Фоллен» делают стабильные коллекции. То есть, когда ты говоришь про скейтовые кеды «Фоллен», ты сразу себе представляешь некий силуэт, и, скорее всего, ты будешь прав. Да, может быть, будут какие-то новые расцветки, да, может быть, появятся какие-то новые модели. Но, что называется, дух вот этой вот старой школы скейтбординга, он в «Фоллен» и был, есть и остается. И сегодня попробуем как раз рассказать о таких новинках-неновинках, которые в магазине Squat появились. Первое – это переиздание классической модели «Бомбер» в разных цветах. Я выбрал такой более, наверное, подходящий лету цвет. Не самый подходящий к «Фоллену». Все-таки, ну, традиционно для нас «Фоллен» – это такие черные кедики, черные кроссовки. Нет, здесь такая вот более летняя расцветка. Классической модели – железные люверсы, приятная замша. Такая вот интересная подошва у нас. В общем, такая классика для тех, кто любит минимализм в кедах для катания. При всем этом минимализме обратите внимание на достаточно толстую стельку, которая делает, ну, все возможное для того, чтобы это все было очень и очень хорошо амортизировалось. Следующая модель, о которой хочется рассказать – это у нас модель Эллиота Слоуна. Человека, который много катается в рампе. Насколько я помню, про него мы уже рассказывали. Модель «The Fine 2». «Враг 2». Такая вот история с пяточкой из замши, видимо, для укрепления. Ну, укрепление такое, так себе. Кто хочет модель с суперплотной пяткой, наверное, стоит пройти мимо. Но здесь она у нас еще облегчена тем, что в центре канвас, очень приятного желтого цвета изнутри. Снаружи и спереди все из такой замши. Капсульная такая модель, очень прикольная. Стелька тоже плотная, но классическая уже такая стелька с хорошей амортизацией. Приятная модель для скейтбординга. Тоже в стабильном силуэте от Фоллина. Не очень толстеньком, но и не таком аскетичном, как вот эта вот модель. Ну, в общем, такие классические скейткеды. Верните мне мой, дальше вставляйте тот год, когда вы впервые услышали про кеды Фоллин. Кстати, Эллиот Слоу, насколько я помню, в видосах он под такой жесткий хэви метал рубится. И поэтому вот и написание здесь такое, вот немножко вот в стиле такого хэви металла. И стелька тоже, в общем, все как надо. Следующая модель под названием ГОТ. Очень тоже интересная модель. Похожа на классическую вот эту модель Бомбер. Хотя, конечно же, различия тоже присутствуют. Здесь у нас больше канваса. Здесь это все-таки практически полностью замша. Здесь у нас усиленная вот такая пяточка. Здесь она по-другому выглядит. Модель ГОТ тоже очень интересная модель. С одной стороны, двуязычное название. Ну, первое, это, кстати, вот она выходит в таких вот красочных коробках. Первое, это опять же заигрывание с христианской, антихристианской тематикой. Да, что Фоллан, это у нас все-таки падший ангел, падший, такое вот выражение. Так и ГОТ, это у нас вот козел, тот самый козел, который присутствует в практиках сатанизма и прочего. Ну, и все, наверное, с этим разбираются и понимают прямые отсылки. Но в то же время сокращение ГОТ в английском языке является сокращением от Greatest of All Time. То есть самый крутой навсегда человек. Вот, поэтому здесь тоже такие кроссовки, можно сказать, для самых крутых скейтеров делаются. И, кстати, кроме вот этой расцветки, один из хитов, кстати, магазина Сквоз летних. У нас еще есть, мне очень понравившаяся расцветка, Кристиана Хилта. Такая вот интересная расцветка. Сразу вспоминаются, наверное, все песни Хим, которые вы помните. Сразу вспоминаются все эмо-клише, которые вы помните. Ну, разве что в шашечку нету здесь шнурков. Но зато вот такой вот просто замечательный полосатый свитер, сердечко. В общем, ребят, все, кто скучал по Эмо Кору, быстро сюда и берите себе эти кеды. Потому что это именно то, что вам не хватало. Реально, мне они очень понравились. Кстати, поговорим еще немножко о комплектации кроссовок. Они идут очень часто в разных коробках. Мне нравится, что бренд под разные модели заморачивается и делает свои собственные коробки. Как вот тот же самый год. И здесь у нас, кроме кед, кроме вот этой вот бумажки с логотипами Fallen, есть еще и трафарет Fallen. То есть, если среди вас есть любители рисовать граффити, то можно вот эти вот трафареты рисовать и говорить, что смотрите, нифига, я художник. Ну, интересная задумка. Не знаю. Кстати, вот напишите в комментариях. Много народу из тех, кто Fallen покупали, использовали трафареты по назначению и делали себе какие-то вот такие с ними истории. Следующая модель, о которой хочется рассказать, модель под названием Крест. Та же самая комплектация. Практически в каждой коробке Fallen есть такой трафарет. Так вот, модель Крест, она мне уже напомнила, ну, такие более поздние модели Fallen, когда мы уже от таких простых кедиков... Ребят, простите меня, если вам режет язык мое слово, ну, люблю я вот такие вот простые кроссовочки, совсем называть даже не кеды, а кедики. Вот. То есть, вот от таких простых кедиков мы приходим к таким массивным утюжкам, которые тоже славились. Помните, кстати, мы делали обзор на D3, азирисовские, которые у нас появились. Я там еще очень сильно веселился. Тоже шаг к таким вот уже более поздним вариантам скейт-обуви. Тоже очень интересная модель. Добротная, мощная, красивая, с хорошей очень шнуровкой. Тоже... Сейчас посмотрим, что у нас там по амортизации. По амортизации у нас тоже все отлично. Тоже вот эта толстая Fallen-овская стелечка. В общем, очень такие интересные кеды. Для тех, кому кажется, или кто знает, кто в этом уверен, что вот такие вот простые кеды не подходят к его стилю катания. Пожалуйста, есть что-то такое. Кстати, не очень тяжелая тоже модель. Вот с этой вот штучкой, чтобы было сзади с хлястиком, приятнее надевать. Быстрая затяжка шнурков. Очень удобные, технологичные, можно сказать, кеды. Замша. Вставка из, скорее всего, ненатуральной кожи. Какие-то вставки из искусственного материала, сеточки. Сзади тоже замша. Модель Крест. Тоже еще одна новинка. Приятная новинка. Следующая очень интересная новинка, посмотрев на которую, мы вообще усомнились, а эти кеды для скейтбордического катания или нет. Ну, да, это следующая про-модель Томми Сандавала. Одного из людей, который долго и последовательно катается за Фоллин. И выглядит она вот подобным образом. То есть она чем-то похожа на вот эти вот модели Чука, которые вы видели у различных кед. Но, может, единственное, они немножко пониже все-таки, чем классические Чука. Минимум шнуровки, минимум каких-то деталей. Просто вот передняя часть прошитая, задняя часть здесь сделана. Отсылка к индейцам. Даже сама модель называется «Апача» в честь одного из индейских племен. Не знаю, кстати, Сандавал у нас представитель этого индейского племени или это культурная апроприация. Вот, здесь даже вот такой вот есть символ немножко дхармы. Видимо, тоже отсылка к «Апачам». Логотип сзади вот такой вот. Ну, в общем, приятные кеды. Посмотрим, кстати, что здесь. О, кстати, амортизация тоже все хорошо. В общем, модель, в которой тоже можно покататься, которая достаточно необычная, на мой непрофессиональный взгляд. Но, может быть, вы меня переубедите и скажете, что типа, Габоныч, ты вообще ничего не понимаешь. В этих кедах самый сок кататься. Хотя можно просто ходить. И тоже, опять же, несмотря на то, что вроде как немного отличается от того, что мы прежде видели у Fallen, но некие стабильные для него части, кроме логотипов, кроме всего остального, а именно такая аккуратность, некая лаконичность, тоже здесь присутствует. Вот такая вот интересная модель. И последняя модель, о которой мы сегодня поговорим, модель скейтера с историей, человек, у которого, в принципе, можно рассказать много интересных моментов, Билли Маркс. Человек, у которого, например, на одном из видео все трюки, которые он выполнял, это были различные флипы на перилах. Что тоже совсем непросто. Тоже ближе похоже к модели Крест, которую я показывал, чуть более такие технологичные, чуть более такие вот толстенькие. Модель сама называется револьвер. Ну и сразу же, так как это револьвер, отсылки к Дикому Западу. Здесь их можно прочитать и в шрифте, который использован, и использован и в изображении двух револьверов. И даже вот если взять вот эти вот кеды, то на стельке, опять же, зацените, какая толстая стелька, профессиональная здесь, с хорошей, очень амортизацией. Есть изображение всадника, горцующего на лошади, с револьвером в руке. Не знаю насчет ковбойских корней господина Билли Маркса, но вот такая вот интересная у него вышла модель. Кстати, Билли Маркс, как мне рассказали ребята-скейтеры, это был первый человек, у которого появилась именная модель брюк. Не просто кроссовок и там еще что-то, а именно модель брюк от бренда Circo. Кстати, Circo в ближайшем будущем, думаю, тоже расскажем про новинки, которые у нас появились. Вот такая интересная модель. В принципе, тоже стабильная, кеды для скейтбордического катания, очень хорошие. Ну, может быть, в чем они отличаются, это в такой вот ментоловый цвета Тиффани подошве, но она тоже не выходит, скажем так, разительно за рамки философии Fallen, на мой взгляд. Вот такой вот небольшой топ новинок, это далеко не все новые модели Fallen, которые есть, далеко не все цвета, но, друзья, заходите на сайт, заходите в магазины Squod, чтобы примерить эти кроссовки. Вы знаете, какие сейчас цены на кеды? Я думаю, знаете. Заходите на сайт, заходите в магазин, цены на Fallen и вас приятно удивят. Ну и, в принципе, ребята всегда здесь будут рады вас видеть, подобрать вам всю экипировку, подобрать вам обувь, а если вдруг вы увидите, как мы эти самые обзоры снимаем, можете подойти к нам, поздороваться, задонатить. С вами был Дмитрий Егоров, всего самого наилучшего, занимайтесь скейтбордическим катанием, готовьтесь к школе и цените эти яркие летние дни. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!